Спасибо. Спасибо. Сказал. Сказал. Так. Как и предполагалось, все будет со временем бывать и убывать. Но сегодняшняя лекция тоже технически будет, а потом уже будет фильм. Вот. Значит, в прошлый раз мы вывели вот такой пропагатор, проходящий через ударную волну. Здесь. Вот этот кусок. Это слегка модифицированный пропагатор, который идет от X. Значит, я вот так нарисую. Вот тут у нас где-то, скажем, X. Тут у нас Y. Это у нас 0. Это ударная волна. Вот это пропагатор глюона, который проходит через ударную волну. Идет из Y в X. Вот. У него сохраняется продольный импульс P+. Вот. А в поперечной плоскости у нас происходит какое-то движение, потому что вот у нас взаимодействие с внешним полем записывается через Вельсиновскую линию. Вот. А там чего зависит? Которая? У Z. У Z. У Z. У Z – это P экспонента. DZ плюс, B минус, соответственно, от Z плюс Z. У Z. У Z. Вот. Так как это внешнее поле, о котором мы говорили, оно сосредоточено только в малой окрестности ударной волны, то я могу смело продолжить это до бесконечности, и это ничего не поменяет. Вот. Это Вельсиновская линия. А индекс Z? Z – это индекс поперечной координаты поля. А. То есть вот в этой плоскости есть поперечное пространство. То есть мы говорили, у нас есть X плюс, X минус, X. Ну, у нас четыре координаты, да? Было X0, X3 и две перпендикулярные. Вот X0, X3, они там перешли X плюс, X минус, а X перпендикулярная осталась. То есть это нормальная перпендикулярная плоскость. То есть вот и это координаты в этой плоскости. То есть вот эта плоскость фактически вот летит ядро, оно сплющилось в блин, эта плоскость в этом, это когда-то, ну, поперечная вот в этом блине. Вот. Вот. Так выглядит пропагатор. Для того, чтобы мне его дальше использовать, мне на самом деле удобно будет эти интегралы по P1 и P2 взять. Вот. Но это обычное фурье. То есть это фурье от тензора, светоконусной калибровки D0. Вот. Ну, можно его брать. Я его просто ответ напишу. Это просто некий поленом. Вот. Мы берем фурье и получаем ответ. Фурье. Фурье. Хорошо. Д0 я напомню. Мне... Я просто из D0 вычитал там сколько-то M. фурье. Поэтому в D0 осталось P плюс P вектор. в квадрате в квадрате. . Да. Вот это D0. Вот. Ну, то есть взять вот это преобразование можно. Хорошо. Мне больше здесь ничего не нужно для этого фурье. Поэтому я фурье просто напишу. Ну, как будет берется фурье. это интеграл. Тут выделяется полный квадрат. Ну, сдвигается как надо по импульсу. И получается... Да. Я хочу взять вот эти два интеграл. Они одинаковые. Они берутся. Они не затрагивают вот наше взаимодействие. То есть это сделает пропагатор покороче. Вот. Вот. И в таком виде я его буду использовать. Вот. В таком виде я его буду использовать. Вот. В любви это будет вот так. Соответственно, это у меня осталось. А, что-то надо по плюсу. Вот. 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 На самом деле этот особо умножить на dz помножить на альфа. то есть воспоминаниеiarzzz з señor Тни мальтуйшарь, с AGTины по То есть вот эти тензора, это просто когда он был сдвигать вот это все. Понятно, что N2 не работает за счет перпендикулярной этой вершины. Тут одно из этих N2 тоже не работает. Остается G-меню на P+, но P-плюс заменится на X+, соответственно. Ну и будут вот два таких тензора. Единственное, что еще будет, будут полные квадраты. То есть вот тут был P-вектор в квадрате, но станет, соответственно, квадрат координат. Вот я их сейчас не пишу. Вот здесь степени N2, 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 N2. То есть это два полных квадрата, ну и это вот P-вектор. То есть я сделал Fourier. Можно это аккуратно сделать, но это вроде как все должны уметь делать. То есть он стал покороче, пропагатор у нас только одно интегрирование, ну два интегрирования. Это на самом деле куски пропагатора в координатном представлении. То есть опять-таки картинка такая, вот он летел-летел, долетел до взаимодействия. Тут как-то провзаимодействовал вот с помощью такого оператора, путем дальше. Вот с помощью следующего пропагатора. Вот, хорошо. Зачем мне все это надо? Меня в прошлый раз спрашивали. Я не могу, потому что вот это внешнее поле, я его не знаю. А цвета есть у U? У есть цвета. Если я скажу, что пропагатор имеет индексы AB, то это индексы. Вот. Хорошо. Это мне больше не надо. И мы тогда такую тему начнем. Которая будет называться, ну пусть будет структура амплитуды в Реджевском пределе. Вот. То есть вот пропагатор в полеударной волне – это хорошо, но как бы зачем это все нужно? Вот, предположим, что мы хотим вычислить какой-нибудь процесс. Обычно все эти рассуждения вот в оригинальных статьях ведутся на процессе гамма-гамма в гамма-гамма. Ну, я, как сказать, тоже на нем так проиллюстрирую. Вот у нас есть процесс гамма-гамма в гамма-гамма. Это может быть не гамма-гамма, а протон, я не знаю, электрон. Ну, не электрон, скорее, а там, мизон, что угодно. Вот. То есть какие-то две начальных частицы, две конечных частицы. Просто для фотонов все считается точно без привлечения непертурбативных всяких вещей. Вот. Как мы можем написать эту амплитуду? Амплитуда – это что? Это в начальном состоянии у нас два фотона. Для применимости теории возмущения будем считать, что у них есть или поперечный, или некая виртуальность ку-квадрат, немного больше лямбды, как ими. Как тут, так тут. Вот. А также можно сказать, что у нас, скажем, неналевой угол рассеяния, есть какая-то передача или что-нибудь еще. Вот. Значит, в начальном состоянии у нас два фотона. Что я должен сделать? Я должен, ну, по-хорошему, я должен написать вот тут вот. С-крест, там, К1 лямбда 1, С-крест, К2 лямбда 2. Для двух фотонов, да? Оператор рождения, я их рожу. Вот. Ну и тут, соответственно, написать С, К1 штрих лямбда 1 штрих, С, К2 штрих лямбда 2 штрих. А тут я должен написать Е в степени ИС. Да? Что? Да. Ну, стопопорядочен. Вот. И дальше я спускаю из, ну, если быть совсем точно, вы видите на Z. Дальше я спускаю из S всякие вершины взаимодействия, спариваюсь с этим оператором, получаю диаграмму. Вот. Ну, Статсуму. Ну, вакуумный диаграмм, я кинул. В этом смысле. Не угол, а вообще ничего не понятно. Как мы считаем, ну, стандартные... Вот, по идее, мы должны написать, там, ну, то, что ТЕ в степени ИС. Вот это даст нам всякие петли, которые отделены от основного процесса. Вот они там замкнуты к C, они доступа не имеют. Ну, и вот мы на них на всех поделим, то есть мы их учитывать не будем. Вот. Ну, то есть мы их никогда не учитываем. Итак, это, так сказать, для эстетов. Значит, хорошо. Теперь, когда я спущу, вот, ИС я в первую очередь должен спускать электромагнитное взаимодействие, чтобы взаимодействовать с фотонами, да? И первое, что я спущу, это у меня будут токи, это будут электромагнитные токи. То есть с чертой от Х, там, поле А фотона, да, гаммовое, от Х, СИ от Х, интеграл ДХ. Вот таких я спущу 4 штуки. И вот тут у меня стоит оператор С, и С крест, да, я их спарю, соответственно, там, скажем, с каждым из этих операторов. Так, вот я спарю. В итоге у меня получится вот это, я могу написать так, как ЖМЮ от Х на АМЮ от Х ДХ, где вот это электромагнитный ток. То есть это с чертой гаммовое ПСИ, да? Вот, поэтому вот эта вот вся часть кинематическая, которая пришла из спаривания операторов, там, еще чего-то, она выйдет множителем и останется у меня маточный элемент по вакууму от 4-х ток. Еще раз, она выйдет множителем, я просто не знаю. Нет, она выйдет множителем, потому что ВА, каким множителем она выйдет? Она выйдет множителем типа, там, Е в степени ИП1, там, скажем так, Х1 плюс ИП2Х2 минус ИП3Х3 минус ИП4Х4. Вот таким множителем она выйдет, плюс еще множителем типа, там, единицы на корень из 2, энергия первого фотона, второго, третьего, ну, вот, будет некий множитель. Вот, а тут останется, значит, ЖНЁ от Х1, ЖНЁ от Х2, ЖАЛЬФА от Х3, ЖВС от Х4. На вакуум, вот, ну, и с одним множителями будут, соответственно, вектора поляризации. ЕАЛЬФА, ЕБЭТА. Сейчас, да, будет ЕГАМА, Е, что там, АЛЬФА, БЭТА, ВЕНЮ. Вот. Ну, интеграл по ИКСам Ну, интеграл по ИКСам Ну, раз ПЗ написал, есть это уже замечание. Четыре. Какой из этого? А, Ж. Все для вас. Значит, ну, смысл-то в чем? Мне вот этот маточный элемент нужен. Вот это вот я как бы сделаю, если я его буду иметь. Поэтому в дальнейшем я буду рассматривать вот этот маточный элемент. Маточный элемент по вакууму от четырех операторов. Так? Вот. Если смотреть на картинку, вот один топ, Ж1, вот, скажем, Ж2, Ж3, Ж4. Так? Вот. Ну, то есть, что такое? У него два ПСИ, одно А. Ну, так это вершинь, фактически. Вот. И теперь, когда я буду добавлять сюда, соответственно, ЕС-степени С, спускать оттуда уже глионные вклады, у меня появятся какие-то там вот глионные там вклады вот в этом. Да? Вот. Очень хорошо. Теперь, в пределе большой энергии, что я делаю? Я говорю, что я, скажем, фиксирую для начала вот эту часть. И рассматриваю верхнюю часть, как вот мои кварки пролетают во внешнем поле вот эти глионы. Вот. Ровно так пролетают, как вот я вот тут выводил. Да? Это у меня глионы пролетают, но понятно, что я могу точно так же вывести уравнение для кварка. Пропагатор для кварка и пропагатор для кварка. Вот я его прямо сейчас тогда напишу, раз мы это начали. Вот. Пропагатор для кварка будет выглядеть вот так. Сейчас возьмешь, скажешь, вот у меня, точнее, две части диаграмм. Да, да? Я сначала проквантую одну, а вторую буду использовать вот как квантомную. И потом вторую часть когда-то потом. И еще используешь, ну это даже, я не знаю, приближение к ленту, у тебя само получается, что у тебя просто, не за счет кинематики, там, поле, а на округу. Какие-то там следуют, что все, две, два момента стоят? Ну, фактически, да. Вот. То есть с точностью там, ну, по-хорошему там до степенных поправок, вот как-то так мы можем сделать. Вот. Сейчас я напишу фирменный пропагатор. Значит, g от x минус, от x y равно, ну, это не то, что квантование, это как вычисление функционального интеграбности. Так же так. g 0, x минус, y, nx, dz, 0, x минус, dz, 0, x, z, nx, z, 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 0, x, z, 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 z. вот тут я его специально написал прям вот через невозмущенный пропагатор то есть вот смотрите если у нас x плюс и y плюс скажем положительный да вот или оба отрицательные то есть лежат с одной стороны вот вот этой вот ударной волны то это обычный пропагатор g0 вот то есть стандартный феймерский пропагатор это свободный пропагатор вот то есть здесь я тоже мог вот добавить такие члены но просто мы и так его довольно долго выводили чтобы вот это вот все подкручивать вот дальше вот эта часть уже отвечает часть без взаимодействия эта часть со взаимодействием что она нам говорит вот если x плюс больше нуля а y плюс меньше нуля да вот то есть это вот так как у нас ровно и есть то тогда там стоит у z то есть вильсонская линия фундаментальном представлении да она что она равна ровно тому же то есть у z это значит п плюс есть степень и же интеграл дз б плюс минус z плюс z вектор вот единственное отличие вот я точно то же самое написал что и раньше единственное отличие что раньше вот это было б а т а матрицы в присоединенном представлении теперь это б а соответственно т а матрица фундаментальном представлении все упорядочене это плюсовый кардинали про упорядочение это означает что вот я же в ряд это раскладываю какие ну ты упорядочение это то что каждая следующая матрица всегда позже чем предыдущие вот здесь каждая следующая матрица всегда дальше по пути вот поэтому от минус бесконечности до плюс бесконечности чем предыдущие то есть они упорядочены по пути по вот этому пути как мы вводили в этот пропагатор у нас все вот эти матрицы они стояли упорядочены вот они собственно собрались вот вот вильсонская линия чудесно дальше а если направление наоборот то вильсонская линия будет сопряженная это означает что пропагатор уже будет антикварк антикварк летящий вперед и понятно что все эти матрицы будут обратно упорядочены и это все равно что сделать термитовое сопряжение для вот и опять таки пропагатор от x до z вот он долетел тут он провзаимодействовал вот с этим у из какой-то гамма-матрицей вот и дальше полетел от z до y и причем z эта точка которая в которой за плюс равно 0 то есть в такой же форме можно написать вот этот пропагатор грубо говоря отсюда выделить пропагатор же отсюда выделить пропагатор вот этот же тут получится у она уже и так стоит плюс некий оператор типа гамма-матрица здесь а здесь это будет что-то типа единицы на b плюс вот ну середине то есть это фирменный пропагатор выглядит вот так кварк 2 вот значит сколько пропагатор чудесно смысл такой что мы делаем дальше мы говорим ну давайте эти поля мы рассмотрим как внешнее поле глионные и вот эти два кварка кварк антикварк летят через них вот соответственно мы можем для них написать вот этот пропагатор то есть вот этот матричный элемент я расписываю так что это интеграл когда в токах в токах у меня стоят все да вот одно из этих пси скажем вот это у меня один там от x1 это от x2 вот все от x1 она у меня с этой стороны от ударной волны все от x2 мне с той стороны поэтому я пишу интеграл дз1 дз2 вектор вот я спариваю вот и скажем отсюда и отсюда да это у меня будут пропагатор два пропагатора вот этих их я заменяю на вот два таких пропагатор да вот в итоге что я получаю в этот пропагаторе значит тут нет d4 z да вот z плюс убирает сразу z минус интегрируется потому что вот здесь от z минуса у не зависит в итоге меня остается интегрирование только по поперечному z вот вот ровно как здесь это интегрирование только по поперечному z-у потому что вот у меня поперечный Z не дает мне это сделать вот и что у меня получается у меня получается интегрирование по поперечному z1 интегрирование по поперечному z2 на некую функцию от z1 z2 там а о letzte ценируют Chaos где z1 и z2 Это Вот это у меня все сложилось в ударной волне Вот это у меня Z1 Вот это у меня Z2 Поперечные точки Вот эта функция F Это то, что пришло у меня Из вот этих вот четырех пропаганд Мы ее можем отдельно посчитать Скорее всего посчитаем, но сейчас мне важна структура А не вот конкретная Здесь посчитаем А она недолго считается Вот Значит, замечательно То есть что отсюда надо Что вот из этих двух пропагаторов Мы получаем две Вельсинские линии Вот, итого Вельсинская линия Это такой интеграл Вельсинская линия Это интеграл Вот там написано Это интеграл, который Содержит только поля А, В, внешние Больше ничего В этом и суть факторизации Что все вот эти вот фермионные пропагаторы Они ушли В коэффициент перед Вельсинской линией То есть вот они Сейчас я его назову Вот, тут у нас получится У от Z1 У крест от Z2 Ну вот отсюда У придет из кварка У крест придет из антикварка Да? Они не коммутируют У них есть индексы Там, я не знаю ИЖИ Вот, но Так как Вот в данной ситуации Это у нас Замкнутая петля Там просто следствие То есть это ИЖИ Ножи И Я сразу Пишу след Вот Не, ну под следом Как бы Под следом А неправильным образом Представляется Вот Дальше Вот это пропагаторы Которые я просто Сосчитал Вынес как коэффициент При всем маточном имении У меня получилось Т у меня осталось Тут у меня осталось У След А У З1 У Ж2 Крест Вот И два вот этих тока Жα от X3 Жβ от X4 Вот Вот такой машин Я говорю Вот эта функция Называется Impact Factor Да Ну Как это С точностью Нормировки Разные люди Нормируют по-разному Но Смысл Это факторизация Что мы взяли Вот это При зрении таков Вместе с этими таками Теупорядоченные И так далее Так сказать Расфакторизовали На Оператор Который Содержит Поле Которое взаимодействует С этими двумя таками Токами И Трецен При нем Который просто числом Это 4 пропагатора Фактически Вот Пропагатор Который дошел до ударной волны Дошел до точки Там x2 Пришел обратно Пришел обратно А вот тут вот Стоит эти два У Которые Мы вынесли Они зависит от внешнего поля Внешнее поле Генерируется Вот этими токами Экспоненты Ну Экспоненты Да Естественно В отношении Экспонента Она никуда не Делается Как Ну Экспоненты Взял Какие-то кусочки Которые Тебя Да Дали Бэйнс Да Свернулись Да Ну То есть Так Писать тоже Плохо Да То есть И С То есть Не С Там А Ну На самом деле Там С Потому Что Все Что Мы взяли Все равно Что Сократится В В С С Что Именно Сократится Я Сейчас 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 Я Сделаю До конца Это Давайте Вопрос Вот Это Сделал Факторизацию Вот Это Просто Числа Четыре Пропагатора Ну Вон Они Написаны Свободных Пропагаторов Хорошо Вот С этими Токами Я могу Сделать То же Самое Я могу Сказать Что Ну Кто Мне Мешает Рассмотреть Симметричную Картинку Вот Эти Сталкиваются Эти Два Тока Генерируют Внешнее Поле Во Внешнем Поле У меня Происходит Два Пропагатора Летят Пролетают Через Него Там Все Точно То же Самое Что Я Только Что Сделал Единственное Отличие Эти Летят Туда А Эти Летят Обратно Вот Поэтому Быстрота Ну Я Просто Так У У Меня Как Правильно Есть Начальный Инпульс Я Понимаю Который Туда Который Брат Вот Ну Пазалось У тебя Два Реклама Ну Два Фотонос В Очень Большой Виртуально Они Как Обычно И Вообще Никуда Нет Но В системе Центра Масс Вообще Если мы Рассматриваем Вот Тот Самый Реджевский Предел Они Летят То есть С Много Больше Т Ну Фактически Да Но Это Здесь Написано Здесь Написано Что П Плюс У всех Одинаковый Вот Я Стер Уже Когда Это В Импульсном Представлении Было Написано Пропагатор Имел Плюс Одинаковый Что Д Что Плюс Он Пролетел А П Эти Кулярный Мал С Вот Когда Это Сделаю Что Я Получу Вот Точно Тоже Самое Только Снизу Да Я Имею Ввиду Что Я Произведение Вот Этих Токов Также Разложу По Велесиновским Линиям И коэффициентам Единственное Ну Сейчас Я Напишу Ответ Что У меня Получится Вот Это Я Просто Переписываю Дз1 Дз2 Вектор Фи Замой Водин З1 З2 Я Переписал У меня Будет Интеграл Дз3 Дз4 Фи2 З3 З4 Х3 Х4 Опять-таки Это коэффициенты Это какие-то пропагаторы Нижние Вот такие Помножить На Т З З Вот Тут У меня Вот этот След У меня Остался Уз1 Уз2 Крест Отсюда У меня Придет След Вз3 Вз4 Крест Ну Права Вот Понятно Что я сделал Ну Ясно 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 Считать Источником Классическим источником Когда он у тебя уже Он у тебя уже весь Свернулся Ну и что Смысл Нормально Я не понимаю Этот переход Что ты делаешь И получить Это произведение В 3 Что ты делаешь У тебя Каждое произведение Двух токов Или что Я беру Вот эти два Тока Танкетфермирует Фирменные операторы Эти фирменные операторы Я рассматриваю Во внешнем поле То есть Я два раза Как так получается Что ты один раз Вот это нет И разложил Сейчас 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 Я напишу Значит Вз Это По минус В степени Ижи Интеграл Дз На минус Б плюс З Плюс З Перпендикулярно Вот Вот То есть Значит Вот это Поле Уз Это Поле Быстрых Глюонов Медленных Глюонов Медленных Что означает Что П плюс Меньше Там Есть степени Скажем Какой-то Это Ну Какой-нибудь Мой П Большой Плюс Ну скажем Исходного Потом Вот Вот здесь Это Медленные Частицы Вот эти Вот эти Это П- Соответственно Меньше Е в степени Я его зову Там Кси На П Большой Минус Где-то П- Минус Второго Фотона Вот Большой И П Маленькое Четыре П Маленькое П Маленькое Это Что Значит Вот Есть Б Б Минус Да Б Минус От Х От З Перпендикулярно Да Ну З Плюс Она Там Стоит Не важно Это Фурье Д З Д ДП Плюс ДП Так З Плюс Значит Сейчас Сображу Е в степени ДП 4П Е в степени ИП З Вот На Б От П Вот Но Тут Я Ставлю Т Эта Функция Вот Это По Маленькое Да П Плюс Меньше П Большой Плюс На Е в степени Это Там Я Делаю То же Самое Но С П Минус Вот П Большой Плюс Это П Плюс Исходного Фотона Скажем Да Ну Мне Нужно Мне Нужен Большой Логарифм Вот То есть Тут Мне Должно Стоять То Что Определяет Мое С То есть С Это П Плюс 2 Значит Большой Напомянуть Большой Вот Скажем Так Что Если ты говоришь Сейчас Что Вот Этот Интеграм Важен А Вот Это Определение Этот Интеграм Я Что ты сделал Чтобы Из-за Трэйса Получить Могой Он Просто Ответит Я Сделал Следующий Я Рассмотрел Вот В первом Трэйсе Нижнюю часть Как источник Поля Источник Поля Вот Такого У которого П плюс Малый Да Замечательно В нижней части Я наоборот Источник Вот этот Оператор Уже Тогда Рассмотрел Как источник Поля У которого П минус Малый Четвероначально Было Т-произведение Четырех Токов Да И Экспонента Что ты С этим Делаешь Чтобы Получить Эти два Трейса Разложил Экспонент Потом Ты Что делаешь Потом Ты Эти Глеоны Как-то Разбросал Ба Разбросал Да То есть Я могу Сказать Я Что-то Не понял Глеоны Не сильно Разбрасывал Ты Глеоны Разбрасывались Нет Глеоны Они Остались Ну Вот Из Эти Экспоненты Ты доставал Глеоны Там Еще Есть Да В этом Смысли Сейчас Леша Глеон Ты Восматриваться На Разбил На два Типа Глеонов Ну Я Разбил Если Хочешь Даже На Четыре Типа Наверное Так Можно Сказать Ну Вот Смотри Еще Знаешь Чего Непонятно Вот Смотри У тебя Там Вы Тиграли Да А У тебя Б Представляется Вики Интегра А Ты взял От него Берешь От него Хуриен То есть Ты говоришь Я Б В этом Б Возьму Разные Куски По З Разные Куски По П Ну Там З Стоит Нет Вот Здесь Стоит З Но Я Это З Пришло Из импульсного Представления Где Не по Всем Импульсом Проинтегрировал Это Есть То Ну Ладно То есть Ты Переписал В Не Ну У меня Спросили Что П Я Написал Это Это Я Вообще Планировал Дальше Нет Знаешь Это Лучше Запланировать Здесь Потому Что Непонятно То Еще раз Ты говоришь Что Вот У меня есть Поле Б Да Ну Грубо говоря У тебя Есть Поле Б Там Для Верха Для Низа Но Это Одно И Поле Правильно У меня Есть Поле Б Для Верха Для Низа Это Нет Разбит Так Значит Сейчас Что Мне Такое Стереть У У Меня Есть Прозвение Таков Я Говорил Вот Давайте Сделаем Сделаем Вот У меня Есть Функциональный Интеграл По всем А Я могу Его Написать Так Вот Это у Интеграл По А Скажем П Плюс Больше Больше Там Вот Как я Здесь Писал Е Степени Это П Большой Плюс И П Минус Там Я Не Знаю Меньше Или Там Тоже П Минус Ну Пусть Больше В степени Кси Напоминус Большой Значит И вот Таких Четыре Штуки Да Вот Написал Теперь Я Говорю Вот Те Которые У Которых Значит П Плюс Больше И Скажем Плюс Больше По Минус Меньше Плюс Больше Сейчас Соображу Которые По Плюс Больше Они Входят В Импак Фактор Да То есть У меня Импак Фактор Можно Содержать По Прав Это Будут Те У Которых П Плюс Больше Просто Это Я Бонус Клад Наристал Я Хорошо Вот У меня Есть П Плюс Больше П Плюс Больше Хорошо Плюс Больше И По Минус Меньше И По Минус Больше Сейчас П Плюс Больше Ушло Вымпак Фактор Плюс Больше Ушло Вымпак Фактор Оно Вот Здесь Если Сути Николай Там Сумма Четырех А не Произведение Если Было Произведение У тебя Сказал Это Ушло Вымпак Фактор Это Ушло Сюда У тебя Сумма Четырех Слогат Да А У меня Получается У меня Получается В Борновском Приближении У меня Вообще Все глюоны Фактически Запихиваю У меня Есть Только Глюоны С Плюс Меньше И П- Меньше Других Нет Просто Потому 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 Другие Это Поправки Другие Это Вот Такие Диаграммы В следующем Приближении Они у меня Есть Но Следую Следую Приближение У меня Сейчас Я пренебрегаю Тут Нет Погоди У меня есть Класс Который По плюс Больше А по минус Меньше По идее Это Что-то У тебя Уйдет В Бизнес А что-то Где-то Останется Я не понимаю Как ты Эти Вклады Распихиваешь То есть Как я Распихиваю Вклады Вот Здесь То Плюс Меньше То Большой Плюс Ну Здесь Минус Здесь Плюс Меньше Пардон Больше Здесь Большой Плюс Здесь Больше Вот Вот здесь У меня Вот в этом Операторе П плюс Соответственно Меньше П Большой Плюс А в этом П Минус Меньше Есть Степени Кси П Большой Минус Вот так Я Раскидываю Вот Я Здесь Совершаю Ошибку Потому Что Когда Я Раскидываю Вот это По Плюсу Я П Минусом Пренебрегаю В принципе Почему Вот я Им Пренебрегаю У меня В пропагаторах П Минусу Просто Нет Вот здесь Я говорю Что У меня Мое внешнее поле От по минуса Не зависит Здесь Какие-то степени Это я С утверждения Что это степенные Поправки Да Потому что Большой Сейчас Соображу Большой П- Значит Большой П- Сейчас Большой П- То есть У меня Есть С У меня Это 2П плюс П- П- И Соответственно П- П- Это С 2П плюс Ты в системе отчета Какой-то выкидываешь Ну я вот сижу Например В системе Центромасс Где у меня Большие И П- Плюс И П- Да Я Вот специально Это делаю В системе Центромасс Чтобы у меня С этой стороны Было И с этой стороны Было Я могу Перейти Скажем В систему Дело не в этом Дело в том Что Вот тут у меня Значит Зачем Мне Это Надо Это Все Зачем Я Это Хочу Расскажать Вот тут Мне Стоит Это Я Потом Это Это Доведут Такого Доэволюционируют Такого Там Это Штрих Так что Вот это П-плюс На этот П-минус Уже Не будет Давать С Вот Зачем Мне Это Надо Тогда Я считаю Этот матричный Элемент Он Содержит С Это Число Вот Непонятно Во-первых То Ввел Здесь Этли Да В Всем Это Уражение У тебя Оно Оно Токио Зависит Или Зависит Сокращается На Фактор Игра С Настепления Она Сокращается То есть Реально Зависимости От Этого Этого Важения Нет С Точностью Да Здесь Главное Логарифмического Проближения Что я делаю Еще раз Когда я делаю Первый У меня есть Только Плюс Про Пминус Мне безразлично Какие у них Пминусы Когда я делаю Вторую Я забываю Что я Только что Сделал С Пминус Я делаю Точно так же С Пминус Вот Сделал Вот Что Мне это Дало Мне это Дало Следующее Вот это Я умею Считать Это я тоже Умею Считать Это моя Пропаганка Вот это Матричный Элемент От Четырех Левсоновских Линь Так Вот У этих Вильсоновских Линей Плюс Маленький У этих Пминус Маленький Так Когда Этот Матричмент Я могу Тоже Сосчитать Теперь Я вспоминаю Что мои Поля Которые Внутри Это На самом Деле Квантовые Поля И Считаю Как Обычную По теории Возмущения И Маточный Элемент Чуть 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 Не У тебя Здесь Для них Это Не Квантовое Поле Значит Здесь Вот Б Это Было Внешнее Поле Замечательно Вот Здесь У меня Тоже Там Б Другое Да Это Тоже Было Внешнее Поле Оно Было Внешним Полем Для Полей Вот С Такими Импульсами Эти Поля Я Про Интегрировал Этих Полей Больше Нет Быстрых Теперь Я Вспоминаю Шмейст Только Медленные Поля Б Эти Медленные Поля Б Я Просто Вспоминаю Теперь Что Они На самом Деле Живые Поля Что Они Просто Были Намного Медленнее Чем Те Поэтому Я Считал Внешними Постоянными Вот А Так Как Они На самом Деле Живые Я Начинаю По ним Интегрировать Спускаю Просто Обычный Пропагатор Из Матрицы Потому Что Они У меня Уже Живые Но Я Вот Эти Ограничения Держу Да Потому Что Эту Икси У меня Есть В Импак Факторах Ну И Эта Икси У меня Будут Здесь Когда Я Все Проинтегрирую Сверну Утверждение Стоит В том Что Если Я Правильно Делаю У меня Все Сократится Опять Так С точностью До Моих Приближений Вот Но Где У меня Зависимость От С На самом Деле Я Хочу Высокоэнергетическую Асимптотику Вот Вот Слушайте Что Мы Хотим Мы Хотим Сосчитать Как Ведут Сечения Вот В этом Пределе Значит Где У меня Находится Зависимость От С То есть Как Они Ведут Себя При Больших С Где Моя Зависимость От С Моя Зависимость От С Находится Вот В этом Матричном Элементе Вот Потому Что Когда Я Буду Считать Вот Тут У Меня Есть Какие То П Их Главная Часть Это П Плюс Вот Здесь Есть Кит Там П Когда Я Все Сочетаю Инвариантом Будет Соответствующий П Плюс На П Минус Да Ну Вот И Он Будет Порядка Соответственно С На Е В степени Там Что Нибудь Типа Там Кси Ну Плюс Это Или Минус Это В зависимости От того Как Мы Это Выберем Вот Поэтому Для Вот Этих Операторов У Я Напишу Уравнение Эволюции По Это И По Да Как Они Меняются При Изменении Кси Это Я Если Кси Это Достаточно Малый Да То Вот Это Порядка С И Поэтому Вот Этот Маточный Элемент Он Содержит Большие С Ну Логарифмы С И так Дали Его Считать Сложным Посчитали Одну Петлю Там Получилось Альфа С На Логарифм С Нам Нужно Считать Следующие И так Дали И так Далее Так Далее Зависимость От С С С Тут Вот Но Если Я знаю Уравнение Эволюции Для Вальсиновских Линей Я могу От Интегрировать Это Уравнение От Там Скажем Маленьких Это До Больших Это Отрицательных Скажем Да Так Чтобы Это С Подавить Чтобы Это Число Порядка Единицы Да То Я Мое Уравнение Эволюции Решаю Все В зависимости От С Мне Решение Дает Вот И Я Получаю Эти У При Это Очень Маленьком Но Очень Большим Отрицательным Да И Тогда У Меня Здесь Когда Я Буду Считать Вот Этот Маточный Элемент У Меня Мне Достаточно Посчитать Скажем В Борновском Приближении Так Потому Что Ни Логарифмов Нет У Меня Я Могу Посчитать Там Не знаю В Одной Петле Вот Это У меня Будет Просто Число Там Кое-то Число Там Единица Ну Ли Н Квадрат От Здесь Будет Да Н Квадрат Плюс Ж Там Квадрат Ну Вернее Четвертый Да На Кое-то Число Все Мне Этого Достаточно Потому Что У Меня Это Ж Квадрат Не Будет Усилен Логарифм Месс Вот В Этом Смысл Вот Что Я Хочу Уравнение Эволюции По Это Уравнение Эволюции По С Это Быстрота Мы Фиксируем Здесь Быстрота Это Такова Что П Плюс Оно Порядка П Большое Плюс Порядка П Плюс Под Частиц То Есть Вот У нас Есть Быстрота Школа Быстроты Вот У нас П Плюс Скажем Исходные Частицы И Вот Наша Е в степени Там Это Плюс Вот Эти Все Мы Убрали В Под Фактор Вот И Мы А вот Тут Вот Где-то Понятно Что Я П Минус Тот Могу Пересчитать Через П Плюс И он Будет Маленьким Вот Где-то Здесь Есть П Плюс Второй Частиц Он Существенно Много Меньше Чем Так Вот Если Я Для Своих Галионов Буду Считать Любые Скалярные Произведения Между Ними Они Дадут Большой С Вот А Если Я С помощью Уравнения Эволюции Вот Это Сдвину Сюда Вот Здесь Я Посчитал Маг Фактор Извини Можно Что Да Эволюции Эволюционируют Это что Амкетут Эволюционируют Пересновские Линии Ну В смысле Вот эти У Да Грубо говоря У тебя есть Некое Уравнение То От того Как они Будут Зависеть От С Да Это Уравнение Собственно Я хотел Сегодня Выводить Ага То есть Такая У тебя Прилюдия Получилась Такая Нет Это ты Меня Спрашивал Как Это Все Будет Вот Я Решил Искать Сначала Как Это Все Будет Потому Что Нужно Сначала Говорить Как Все Будет А Потом Рассказывать Детали И В итоге Меня Все Спрашивают Что Я Тут Делаю Вот Детали Будут Когда В смысле Я Нужно Вывести Уравнение Эволюции Тогда Понятно Станет Дезависимость От Значит Вот Импакт Фактор Вот Это Расстояние Очень Маленькое Здесь Нет С То Есть Степень Это Оно Порядка Единиц Так В Импакт Факторе С Нет Во Втором Факторе На самом деле Тоже С Нет Все Большое С Идет От При Эволюции Вот От П По Одной Падающей Частице До Второй Вот Вот Так Вот Так Поэтому Вся Зависимость От С Дается Мне Я взял Вот Здесь Посчитал С помощью Уравнений Эволюции Как Она Выражается Через У Вот Здесь Вот И Потом У Вот Здесь Посчитал Маточный Элемент С Нижним Блоком Все Это Как бы Для Двух Фотонов Например Да Если Мент Протон Снизу Да Меня Никто Не Заставляет Делать Разложение Вот Этих Двух Токов С С На самом Деле Я Могу Просто Эволюционировать Вот Этим Это До Это Вот Как я Только Что Показывал Порядка Нижнего Блока И Все Не Обязательно Эволюционировать И оттуда И отсюда В этой Теории На Сам Деле Ну В этом Методе В этом Методе Ну Это Мет Высокоаналитическое Операторное Разложение Вот Эти Операторы Вот Коэффициенты При Нем Вот Мы Амплитуду Разложили Значит Это Первый Член Ряда Я Написал Да Дальше Следующая Поправка Я Повесил Вот Так Глю Так Мой Мпакфактор Стал Зависеть От Трех Координат З1 З2 З3 Так Я Вот Этот Глю Для этого Глюона Написал Пропагатор Вот Такой И Прошел Через Ударную Волну То Есть При Это Мне Добавилось Там Ж Квадрат Да Вот Я Знаю Что Быстрота Этого Глюона Невелика Ну В смысле Мало Отличается От Быстроты Этих Кварков Логарифм Я тут Не Наберу Вот Зато У меня Будет Оператор Состоящий Из Трех Лисовских Линей У Кварка У Антикварка И У Глюона Вот Это Мой Новый Оператор Это Я Вот Ко Всему Вот Этому То Что Здесь Написал Пишу Плюс Новый Импакт Фактор Зависящий От Трех Координат Вот Этот Старый Тут Произведение Уже Там Кого-то Более Сложного Оператора Из Трех Лисовских Линей На Вот Эти И Опять Импакт Фактор Я Считаю Тут Я Пишу Уравнение Эволюции Эволюционер И так Вот И так Далее Вот Это Есть Ряд Значит Операторного Разложения При Высоких Энергии Да То Есть Это Просто Первый Член Ряда Для Двух Фотонов Я Написал Сейчас Параметр Разложения Этого Ряда Чтобы Это Увидеть Нужно Уравнение Эволюции Решить Вот Но Уравнение Эволюции У меня Будет Просто Вот этот Член То есть Это число Число Вот Тут Когда я Это Сдвину По уравнению Эволюции У меня Тут Будет Сумма На самом Деле Логарифмов С В степени К По всем К На Ну Альфа С В степени К Вот Этот Маточлен Мне даст Так Следующий Мне даст Плюс Альфа С К Плюс 1 И так Далее Это Вот Ровно Тот Ряд О Который Я Говорил На Первом Занятии Вот Какие Здесь Проблемы Это На Сам Деле Вот Эта Эволюция Так Она Нелинейна То Вот Это Вхождение Вверх Или Вниз Оно Неоднозначно То То Мне Нужно Написать Уравнение Эволюции Чтобы Это Было Понятно Хорошо Если Мы Еще Не Истерпали Мы Как Раз Истерпали Так Ну С вами Там Ясно Все С вами Как Так Вам Понятно Что Рассказ Андрей Сходи С того Что Нет Если Леша Не Понятно Леша И так Все Знает Он Просто Это Как Это Заботиться О Вы Спрашивай Чуть Лучше Не Надо Справа Это Все Задержим Потом Волоси Какой смысл Вам не Рассказывать Ну Как Это Что Осталось Непонятным Непонятным Понимаете Непонятен Ну Я Загляю Что Для Непонятен Естественно Ну Просто Сама Непонятным Ну Хорошо Я Готов С С Смириться Но Понимаешь Что Дело Я Правда Я Так До Сих Не Понял Как Ну Ты Говоришь Вот У меня Есть Несколько Областей Я Говорю Я В каждой Области Внутри Каждой Области Хочу По-разному Я Всегда Думал Что Интеграл По Областям Они Как В виде Сум Ты Глядишь По Одной Области Плюс По Другой По Треть Ну Вот Так Как Четыре Области Сказал Четыре Сум Из Четырех Ты Говоришь Ну Вот Знаете Вот Тут Так Вышло Что Это Произведение Показало Ну Как Мы Все Верим Конечно Не Не Верить Значит Вот Есть Некая Функция От Полей От Полей А Так Есть Функциональный Интеграл Который Что такое Функциональный Интеграл На самом деле Произведение Бесконечный Интеграл Так Вот Всяких А Поля Ну А полей Бесконечно Да Они В каждой Точке Там Нет Ну Ладно Вот Вот Теперь Мы Говорим Вот Скажем Я Взял Написал Так У меня Интеграл По полям Интеграл По полям Вот Значит Вот А Обычно От Х Зависит Да Вот Когда Я Все Делаю В каждой Точке Пространства Никто Мне Не Мешает Там Фурье Сделать Это У меня Будет Интеграл По полям От П Это У меня Будет Интеграл По Всем Импульсам Полей Бесконечности Что Это Такое На Самом Деле Произведение Интеграла Значит Скажем Я Дискратизовал Мое Пространство И у Меня Мод Вот Этих П Ну Конечное Число Сколько По По Всем П Н У Меня В Каких Пределах Меняется Ящик Поля Поставил И у Меня Это Будет Интеграл По Д А Вот Там П Произведение Это Функциональный Интеграл Поэтому Когда Я Его Считаю Я Сначала Из Вот Этого Д Скажем Я Разбивал На Д А От П Н Д На Д Б Вот П К Да Вот Эти П Н И П К Они Пересекались Фактически Я Вот По Этим Взял А Эти Остались Это Произведение Понимаешь Хорошо Вот Все Это Просто Вот Этот Маточный Элемент Содержит Вот Такой Интеграл То Это Произведение Интегралов По Всем Поля Почему Это Произведение Нет Нет Вот Смотри Вот У меня Есть Вот Эти Да Вот Я Написал Только Что Теперь Я Говорю Когда Я Буду Менять Это Вот Скажем У меня Их Десять Мод Что Такое Моды Ну Вот П Энты Это Моды Да Вот Вот Эти Вот У Меня Тут Вот Эти Вот У Меня Тут Теперь Я Двигаю Вот Тут У Меня Это Стоит Я Степень Я Вот Это Так Это Означает Что Я Должен Вот Значит Взять И По Вот Этим Вот Этой Моде Проинтегрировать Например Если Я Хочу Во Внешнее Поле Добавить То Это У Меня Квантовая Флуктуация Которая Я Считаю Квантовая Флуктуация Она У У Этой В Куске Я По Ней Проинтегрировал С Взял По Этой Моде Функциональный Интеграл И Она Перешла Сюда Стала Классическим Полем С точки Зрения Поэтому Это Произведение В этом Смысл Когда Я Двигаю Это Вот Так Вот Оно Точно Так Вот Этот Импак Фактор Вот Это Это Вот Этот Интеграл Вот Эти Линии Витцина Это Вот Этот Интеграл И Больше Не Меньше Спрашивайте Ну А Еще Так Чисто У Тебя Соответственно Ну Как бы По сути Диаграмма Осталась Как Фи Вот В этом Так В Эти У У В Праймере Ну Как И Потом Все равно Считать Вот Я Сделаю Пример Мы Просто Посчитаем Вот Для Одного Процесса Все Страшное Дело И Все будет Понятно Так Вот Смысл В Чем Что Все Так Ну У Тебя Там Будут Какие То Альфа С И Далее В В Смы 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 Где Ты Говоришь Где У Меня Импульсы Большие Где Маленькие Это Связано С Тем Что У Тебя Что Будет Перспорбативное Где То Нет Или Еще Что Как Это Делится Я Сделаю Пример Протон Покажу Ну Так В Тоб Будут Где Да Конечно То Какая Из Этих Частей Она Не Например Нет Здесь Все Пертурбативно Поскольку Два Фотона С Большими Ку Квадрат Но Все Рано У Тебя У В Импульсы Маленькие Туда Сюда Или Импульсы Какого Это П Плюс Значит Мне Нужен Характерный Перечный Масштаб Характерный Перечный Масштаб У меня Определяется Не Плюс У меня Определяется Ку Квадрат Я Специально Так Взял Вот Теперь Если У меня Внизу Протон Погоди Сейчас Расскажу Тогда Я Вот Этот Трейс Эволюционирую До Быстроты Протона А Дальше Все Дальше У меня Характерный Квадрат Для Протона Это Его Масса Но Если Нет Большой Передачи И Вот Этот Матричный Элемент Вот Такой Вот Такой Который Для Протона У меня Будет Уже Вот И Таким Как Я Здесь Нарисовался Двумя Таками А Вот Таким Он Будет Протон Штрик Протон Используем Вот Вот Такой Матричный Элемент Когда Вот Тут У Меня Быстрота Вот Этих У Зажата Прижата К Быстроте Протона Вот Ну С Там Есть Вот Из Эта Есть Вот Когда Она Прижата К Протон Вот Вот Импульс Вот Этого Но Характерные Импульсы Которые Вот Тут Вот Они Прижаты К Импульсам Протона И Протона Штрик То Тогда Это Просто Непертурбативный Маточный Элемент И Я Надеюсь Что Я вам Расскажу Про Разные Модели Которые Люди Делают Для Этих Маточных Элементов А Как Подгоняют Подгоняют Подданные Или Используют Ники Там Вот Такие Общие Рассуждения Но Тем Немене Есть Несколько Интересному Месту Подожди Да То есть Смотри Пусть Предположим Мы говорим Вот Я Посчитал Фотоны Да Фотоны Раз Они У тебя Такие Странные Руквальные Они Соответственно Излучены Например Электрончик Пролетел Такой Очень Мало Ну По сути Под нулем И Большой Квадрат Это Значит Большая Передача Но Большая Большая Передача Ну Электрон Большой Передачи Он Тебе Сразу Даст Ну Как Нужный Квадрат Да Ну Вот Диограмма Да Вот Он Полетел Вот Это К 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 Да Поэтому Все Вот Мой К К К К К К Все Нет Это Понятно Я к тому У тебя же там Еще Игорь Есть Где Условие Вот Мое Условие К К К К Для Этого Достаточно Чтобы Дорее Приходишь Нет, вот что мне еще нужно, конечно, мне нужно вот так еще Вот S это, ну в данном случае S это вот этот вариант Это Q1 плюс Q2 в квадрате Вот так, то есть Q1 плюс Q2 в квадрате это S Да, это S, но это что? Что означает при кинематике? В кинематике это энергия в системе Ну тут как бы в системе центра масс довольно сложно сказать для виртуальных фотонов, да? Но это просто... Нет, почему? 24 вектора у них есть система центра масса? Ну нет, ну если прям в центра масс нет, а то он в том смысле... Ну да, это Q1 плюс Q2 в квадрате, то есть это просто инвариант Ладно, хорошо Но спросил просто в чем? Что, предположим, что кто-то померить такое решение? Я тебе график покажу, уже померили, по точкам ходит, вот по этим Ну это как? Ну непонятно, как это вообще измерять? Ну, представляете, у тебя... Это не ко мне Нет, это не человек кронросилит, да? И у тебя... Там, понимаешь, там столько всего с фотонами, вы и продали, как говорите Вот эту вкладку, кто бы его когда нашел? Люди нашли, и все у них хорошо Нет, или что-то нашли, о чем-то зная Я покажу, я не могу отвечать за то, что не нашли Но я просто покажу график, где вот этим методом... Нет, вы лучше расскажите, постановку, так сказать Постановка вот такая И что? И просто конкретный вопрос Нет, конкретность, да, смотри, конкретность такой, что вот ты говоришь, тебя рассеяние двух электронов Да, электронов оба на большие углы, но такое ощущение, как будто это недостаточно просто Ну, на какой-то большую углу, в России, но просто... Для твоих впечатлений такой ощущение, как будто этого недостаточно Нет, и какие-то вот условия на УД электронах хочешь еще, как будто так кажется Я хочу, вот вот все, что мне нужно, написано вот здесь Ну да, но теперь на кинематике Ну, я не знаю, вот таким вот образом мы не можем посчитать, да, что вот был фотон, а потом раз, теперь, и из вот этой вот в конце полетел не фотон, а, например, дизон. Слушай, вот я ровно это считаю. Погу вам рассказать. То есть смысл в чем, что это, ну вот в рамках такого подхода, да, ну вот считать не надо, а рассказать можно. То есть можно сказать так, что вот смотрите, вот у меня, значит, вот, ну, грубо говоря, ну, два электрона, они раз-таки рассеялись. Значит, вот они пролетели, так, потом с ними вот произошла эта магия, ага, и вылетела, да, мизон какой-нибудь, парочка, двойка, тройка, потом мизон, что-нибудь такое-то, да. И, ну, смысл в чем, то есть ты какую-то часть всей этой штуки считаешь, а какую-то параметризуешь вот с чем-то у нас, так, не как. Чем я параметризую? Ну, я не знаю. Если у меня есть мизон, так, у меня есть, ну, то, что называется, дистрибьюшн амплитюд, да. Ну, амплитуда распределения, да, как это по-русски-то. Там называется, да. То есть это что такое, да, это фактически, это вот такая штука, как я понимаю, вот тут мне, скажем, ну, я не знаю, с какой стороны там они пишут. Тут, скажем, мизон, например, там, ромизон, да, наверное, все-таки с этой, ну, может, с этой, ну, не важно. Вот, а тут, значит, у меня стоит что-нибудь типа пси с чертой, от x, пси, там, от y. Ну, на самом деле, тут у меня вильсенская линия стоит между ними. Так вот, кайбручен вариантный объект. Вот, там, я не знаю, вильсенская линия между ними там какая-то. Ну, на световом конусе, там, как правило. Вот, и я говорю, что это у меня какая-то вот там функция от, ну, там, x минус y, условно говоря, да. Вот, и она мне просто дана, так сказать, кем-то, кто мне ее посчитал там, черняк или еще кто. Черняк типа такого штуки. Да, да. Типа этой штуки считал. Ну, в смысле, он посчитал, что ли? Не, ну, понятно, что ее не посчитать, это не пертурбативный объект. Ты можешь посчитать, как она эволюционирует, опять-таки, с характерным, с характерным, ну, п-квадрат, опять-таки, перпендикулярный. Вот. Потому что, ну, что вот здесь считай, это другая факторизация. Вот эта факторизация, опять-таки. Это другая факторизация. Да. Ты сейчас почему это говоришь? Вот. А это другой? Все, потому что он пришел, потому что он здесь здесь. Я это могу рассказать, но потом. Не, ну, смотри, но это не какая-то отдельная история. Это история следующая. Вот когда вот здесь мы родили два кварка, вот так, так, вот мы их родили. Вот у меня есть Psi от X, Psi от Y, да? Вот. Я говорю, Psi от X, Psi от Y, я должен их в мизон свернуть. Вот. Как я их сворачиваю, вот так. Парк, это некая функция, которая там distribution amplitude называется, да? Вот. Но это, вот здесь у этих кварков у них есть какие-то там импульсы, вообще говоря, да? Вот. И вот когда я считаю вот это, у меня могут быть там вот такая диаграмма, например, да? Вот. А такая диаграмма, она вообще, говоря, может быть и вот в этой, как поправка какая-то distribution amplitude. Я вот сюда могу еще лишний глион повесить. Так? Вот. И поэтому мне нужно как-то поделить вот поправку сюда, вот такую, и поправку туда. Вот. И для этого мне нужно, грубо говоря, на импульсы, которые вот тут вот характерные, поставить некое обрезание. И сказать, что меньше этого обрезания они там, а больше этого обрезания они там, например. Вот. И написать уравнение эволюции для вот этого объекта по вот этому обрезанию. А ты это обрезание поставил где-то при больших значениях? Я его поставлю так, как мне будет удобно на самом деле. Ну, а я его поставил прямые, иначе не нужно, и никуда его забивать не надо. Или так тебе неудобно? Замечательно, но диаграмму считать надо. До какого? Вот до какого мне здесь считать эту диаграмму характерно, поперечный импульс? До такого, при которых определена вот эта. Так? Вот. Вот и я должен это сделать, вот грамотно так вот. Чтобы у меня это обрезание там где-нибудь сократилось по пути, вот так же, как у меня. Вот. То обрезание будет играть роль вот этого есть степени это. Вот ровно так же. То есть это distribution amplitude и коэффициент при нем, это вся вот эта вот жесткая часть. А здесь у меня наоборот. Вот мой оператор, который вот там, это distribution amplitude. А вот коэффициент при нем, это жесткая часть. Это другая факторизация. Вот эта факторизация, высокая энергетическая факторизация, а это фактически коллинеарная. Вот. То есть это как бы другой вопрос, но он опять-таки вот из той же серии. Мы еще продолжаем как бы. Я как это, спрашивайте. Нет, спрашивайте, если бы я уже закончил лекцию, сейчас типа вопрос. Просто если я сейчас начну уровню революции, это, так сказать, я могу начать не вопрос. Не хотите, не буду, завтра сам прочитаю для себя. Ненавидите просто, как бы, слушайте, и должны еще дожить. Ох уж плохо вам, да? Вот мне бы кто вот это вот так рассказывал доски, вот и чтобы я спрашивал, а мне все объясняли. Вот хоть как-то. Вот так это вырезать. Ну ладно, что, ну и как в этом, у меня просто есть такие вопросы, которые ничего их записывают. Спрашивай, это самый главный вопрос. Нет, я, это вопросы, у меня больше, они уже больше в части, как бы, они как бы не привязаны к твоему вопросу. В смысле, как это, что, если не ел на обед, что ли? Ничего, ответ. Нет, посмотри, мне очень интересно, они, ну, программы просто, и... Да, 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 я про это и говорю. Все.